Тревожная ситуация после прошедших ливней в Чите, хотя накануне горожан заверили, здесь точно все под контролем. Необходимые мероприятия проводятся. Разработаны несколько алгоритмов действия администрации и всех служб, в том числе служб ЖКХ, для необходимой необходимости эвакуации населения из подтопляемых территорий, представления им пунктов временного размещения. Мы оцениваем, что в случае, если произойдет подтопление и уровень реки достигнет 320-350 см, будут подтоплены несколько многоквартирных домов. Уже сейчас будет производиться поквартирный обход, чтобы предупредить жителей о том, что такая ситуация возможна. С сегодняшнего дня будет обеспечено дежурство по пяти самым низким точкам города, где возможно в первую очередь подтопление. Дежурство оперативных групп, в которые будут входить сотрудники ВВД, МЧС, администрации города и управление ПГОЧС, администрации города. Стихия с этим поспорила. В минувшую ночь вода в Четинке превысила допустимый уровень. Мощными потоками начала разливаться. Все районы, которые находятся в опасной близости от реки, начали медленно, но верно уходить под воду. Например, в первом микрорайоне вода начала заливать дворы с 7 утра. Сейчас она уже дошла до улицы Лозо и постепенно движется вглубь микрорайона. При этом попутно охватывая все больше домов и участков. На месте потопа работают сотрудники полиции. Они перевозят на УАЗах пострадавших, которые уже не могут своими силами преодолеть потоки воды. Как говорят сами жители, никаких предупреждений об опасности они не получали. Я ничего не слышала, думала, может быть, и предупредили, а я не знала. А утром уже около 7 часов слышу, что машины ходят, эти ДПСники, шум какой-то глянула, а река вот уже. С 7 утра, наверное, мы проснулись уже за нашим домом, там уже много воды. И потихоньку она в эту сторону сюда идет, в сторону реки. Подъезды сильно затрепило? Ну еще, мы когда выходили, как бы, вот еще чуть-чуть и уже подъезды побежала прям. И, то есть, люди пешком выйти не могут вообще? Пешком нет. Ну, там, наверное, может, половину перебрели. А сильно высокий уровень воды там? Ну, выше колена, кое-где по поясу. Помочь в переправе пострадавшим вызвались и неравнодушные люди, чей транспорт позволял преодолеть глубину воды. А самые смелые, не дожидаясь помощи, шли по пояс в воде. Вот такие песочные дамбы – ноу-хау самих горожан. Спустя четыре часа на место катастрофы приехали спасатели, но их сил оказалось недостаточно. Кадры говорят сами за себя. Жители района просто недоумевают, почему же власти заранее не позаботились о безопасности своих горожан. Где помощь, где власть? Вот столько трудов, и все затопило. Все. Над цветами, над этими надышаться не могла. И все теперь, чернота сплошная. Ну посмотрите, ну что делается? Ну неужели нельзя было вовремя отсыпать эту железную дорогу с той стороны, и она бы вода не пришла к нам? Никаких спасательных мероприятий я не вижу, вообще ничего, как говорится. Я переживаю за своих детей, света нету. Неизвестно, насколько еще пойдет вода поднимется, как говорится. Какие-то действия, какие-то вообще принимаются, вообще ничего я не вижу. У нас люди соседнего дома вот сюда перетаскивают детей. Некоторые уже уходят отсюда. Также перекрыта часть дороги на улице Лозо, которая проходит под железнодорожным мостом. Движение по этому участку полностью прекращено. Дорогу перекрыли бетонными плитами. В это время на другом берегу, в районе улицы Серова, царит настоящий хаос. Река еще не перебралась через дамбу, но подводные воды из-за огромного давления и открытого шлюза, предназначенного для сдерживания воды, начали выступать прямо из-под земли. Выступающую воду жители заметили после полуночи, вызвали МЧС. Спасатели перекрыли шлюз и сказали обеспокоенным жителям, что вода в течение нескольких часов уйдет. Из-за неисправности этого самого шлюза вода продолжала пребывать. Уже к утру были затоплены все дома. Потерпевшие не понимают, почему о них забыли. И как в такой ситуации следовать совету власти, не поддаваться панике, когда вода почти до потолка заполняет их собственные дома. Через 3-4 часа сказали, что вода пойдет на спад. И все. Ничего, у вас все в порядке. Какой эвакуации? Мы все своими силами понимали. Никто не пришел. Администрация нахер на этот район. Его давно нету нигде. Администрация бездействует. Сидит их в кабинетах по несколько человек. Приходишь к ним, они начинают идите к тому, идите к тому, идите. Их сколько сидит-то? Скажите, ну а как вы думаете, а почему они бездействуют? Может на это у них какие-то есть причины? Да вы о чем говорите? Они деньги получают. Им население плевать на население. Пока будет сидеть Михалев и вся его свита, будет вот такой бардак. Об этом сказала Матвиенко. Сейчас частично перекрыто движение на мосту в районе улиц Набережная Недорезова. Сотрудники полиции регулируют движение транспорта для того, чтобы разгрузить мост и не допустить скопления машин и обрушения переправы. Завтра новые ливни. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ.